Продолжается первенство Московской области по хоккею с мячом. За звание лучшей команды региона борются 11 мужских команд. Стадион «Урожай», где расположен самый большой каток с естественным льдом в Москве и Московской области, вновь стал местом проведения этого чемпионата. Подробности в материале нашего корреспондента. Городской округ Люберцы принимает участников областных соревнований. В этом месяце завершатся финальные матчи, которые определят сильнейшие команды для выхода в плей-офф. Именно поэтому исход этой игры важен для каждого спортсмена. Команды первенства Московской области были разделены 11 команд на две группы. И сейчас проходят финальные игры очередного первенства. И вот сегодня на нашем стадионе принципиальная игра. Програвшая команда встречается с другой командой, которая будет идти бороться за остальные места. А эти команды будут бороться за призовые места, которые победители. На катке встретились спортсмены из Люберец и Павлова-Пасадского городского округа. За плечами у команды «Урожай Томили» на три игры в рамках этого чемпионата. В честь муниципалитета защищают опытные хоккеисты от 40 лет и старше. Тут у нас юбиляр был 70 лет еще бегать. Слава Николаевич, Кутырин. Все в основном ребята, которые выходят из Денова, Москва, в том числе и я. И сами, скажем так, ребята готовятся, бегаем всегда и стараемся выигрывать. Каждую неделю по два раза тренировки у нас. К любому матчу мы готовимся, не только к Филимонову, соответственно. Название сильнейшей команды по хоккею с мячом станет известно 2 марта. Именно тогда состоится финальный матч, который определит призовые места. Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.